Всем привет, я Олеся. Я Владимир. Вы на канале Турки Спейс и сегодня рубрика психология. Сегодня продолжим обсуждать самое актуальное чувство иммигрантов, да и не только их. Учитывая сложившуюся ситуацию в мире, поводов для тревоги у нас у всех хоть отбавляй. И вот здесь в видео мы рассказали, что вообще такое тревога, какая она бывает, разница между здоровой и патологической тревогой, и подробно описали, как вообще понять, что ощущаешь при тревоге. Но если с этим видео мы как-то разобрались, но как же себе помочь побороть тревогу? Вот сегодня о техниках самопомощи по снижению уровня тревоги, которые точно работают. Мы приводим техники самые простые, незамысловатые, которые могут использовать абсолютно все и в любых ситуациях. Мы сами при необходимости используем эти техники и советуем попробовать и вам. Ну что, начнем? Если вы испытываете патологическую тревогу, которая сопровождает вас все время, идет фоном поверх всех остальных эмоций и не связана с событиями в вашей жизни, ну, как говорят пациенты, я чувствую тревогу на фоне общего благополучия или без причины, то в этом случае вам следует обратиться к психиатру или психотерапевту, который назначит лечение. То есть таблетки и когнитивно-поведенческую терапию с психотерапевтом. Вот, например, вот с таким вот, как Олеся Евгеньевна. А вот с приступами беспричинной тревоги и беспокойства, которые возникают периодически и неожиданно, работать можно и самостоятельно. Для начала все же проверьте щитовидную железу, так как ее-то патология нередко является причиной тревожных состояний. Также проверьтесь на отсутствие гипертонической болезни. Возможно, у вас скачки артериального давления, а при них очень часто возникает чувство тревоги. А также наличие бронхиальной астмы является признаком беспричинной тревоги. Но если телом вы здоровы, то есть несколько способов, которые помогают либо значительно снизить уровень тревоги, либо со всеми сбавиться от нее. Какой первый способ? Общение. То есть вербализация своих чувств. На первых этапах с самим собой будет сложно это делать, даже, скажем, как-то неловко. Поэтому для начала выберите человека, которому вы доверяете. Это может быть родственник, друг, подруга, психотерапевт или даже сотрудник телефона доверия. Люди – это социальные существа, и нам необходимо общение. Поэтому именно общение и артикуляция своих чувств, слух хорошо помогают снять напряжение и тревогу. Именно по этой причине, когда у вас что-то происходит, плохое или хорошее событие, или вы что-то такое узнали, и так сильно хочется с кем-нибудь поделиться с этим. И нередко даже возникает такое, знаете, распирающее чувство. Ну вот прям так хочется кому-то рассказать о том, что произошло или то, что вы только что узнали. А после общения наступает облегчение, как, знаете, камень с плеч. Вот так же с тревогой. Если с кем-то обсудить свои ощущения, то наступает облегчение. И в случае с тревогой даже вербализация своих чувств, слух с самим собой тоже приносит облегчение. Проверьте. Но если никого рядом нет, или вам неловко говорить вслух сейчас, например, вдруг вы в общественном транспорте или месте где-то в общественном, а тревога накатила, то используйте способы временного расслабления. Во, сейчас о них расскажут. Самый эффективный способ – это дыхательная техника. Медленный глубокий вдох, чтобы аж грудная клетка ходуном ходила, и выдох до последней капли воздуха. И так несколько раз, пока не почувствуете успокоение. Этот метод кажется бредовым, но он работает чисто из физиологических механизмов. И давай я расскажу, как это работает с точки зрения медицины и физиологии человеческой. Так как во время наступления тревоги и по мере ее усиления дыхание становится отрылистым и поверхностным, в результате чего насыщение крови кислородом резко снижается, что в свою очередь приводит к снижению содержания кислорода в тканях мозга. И как следствие возникает тревога, либо она усиливается. И возникает такой вот замкнутый круг. Простыми словами, возникает такая цепочка сигналов организму. Ааа, у меня тревога! Сразу же ослабевает интенсивность дыхания, уменьшается количество кислорода, мозг начинает задыхаться. В медицине это состояние называется гипоксия. Тревога усиливается. Так работает наш мозг. Он чувствует опасность и подает сигналы всему организму, что что-то не так, нужно что-то делать. Но когда вы начинаете глубоко дышать, кислород активно поступает во все ваши клеточки, мозг испытывает облегчение и тревога отступает. Другой способ восстановить дыхание, не прибегая к прямой дыхательной технике, это успокаивающая музыка. Включите себе спокойную музыку, типа классики или ло-фай, и просто слушайте. И сами не заметите, как дыхание восстановится, и тревога начнет отступать. Также можно с собой носить небольшую бутылочку аромамасла, с тем запахом, который вам особенно нравится. И при ощущении нарастания тревоги, просто нюкать любимый запах. Это работает в качестве отвлекающей техники от тревоги, ввиду получения удовольствия. Мозг начинает вырабатывать нейромедиаторы удовольствия, и тревога отступает. На мне вот работает аромамасло апельсин или мандарин. Очень люблю эти запахи. Меня прям успокаивает. Следующий же эффективный способ держать свою тревогу в уезде, это умеренный спорт. Тем, кто может себе позволить ходить в спортзал хотя бы два раза в неделю, просто отлично. А тем, кто нет, то достаточно уделить внимание нехитрым упражнениям дома на протяжении примерно 30 минут в день. Спорт в любом виде снижает уровень гормонов стресса кортизола в крови, а при регулярной спортивной нагрузке, даже и небольшой, заставляет мозг выделять нейромедиаторы удовольствия. Именно поэтому у нас у всех после занятий спортом, интенсивной прогулки, лазанье по горам, такое хорошее настроение. На мне вот, допустим, работают велосипедные прогулки. Вот обожаю велосипед. Да. Также для людей с повышенным уровнем тревоги важен режим дня и полноценный ночной сон. Так как у тревожных людей спонтанность построения дня и отсутствие ночного сна будет вызывать повышение уровня тревоги. Именно поэтому тревожные люди так не любят что-то делать спонтанно. Им просто необходим план заранее. Так спокойнее, можно подготовиться. Поэтому важно планировать свой день и обязательно спать ночью. Именно ночью, а не ложиться под утро. Люди с тревожной структурой личности стоят особого внимания в отдельном видео. И одно из видео мы обязательно посвятим этой теме, если вам, конечно, интересна она. Моякните об этом в комментариях. Еще один отличный способ контролировать уровень тревоги это самонаблюдение. Начните вести дневник. Ну, как делают это люди с гипертонической болезнью, допустим. Дневник вам поможет. Во-первых, осознать чувство тревоги, так как многие ведь просто и игнорируют свои эмоции. Во-вторых, понять закономерность усиления тревоги. В-третьих, отследить события и действия, после которых возникает тревога. И, в-четвертых, определить ранние признаки тревоги. То есть, научиться обращать внимание на тревогу не только в момент ее пика, но и на момент ее возникновения. В дневник записывайте каждый эпизод тревоги, после чего она возникла, что именно вы ощущаете, как эмоции, так и физические ощущения. Какие мысли были перед эпизодом тревоги и во время него, как долго длился, и что помогло снизить уровень тревоги. И при такой регулярной вербализации своих чувств, ощущений, событий посредством дневника вы постепенно выработаете осознание причин своей тревоги, выявите закономерность, способы регуляции состояния и научитесь контролировать тревогу, пока она не начала контролировать вас. Тревога – это очень мучительное чувство, которое может сильно подкортить вашу жизнь, лишить очевидных удовольствий жизни и вызвать затяжную депрессию. Те, кто ищет простых способов обуздать свою психику, ищущим останется навсегда, к сожалению. Так как познание себя, в первую очередь, это кропотливая работа над самим собой. Поэтому не игнорируйте свои эмоции и внимательно относитесь к себе. Немножко хотим добавить от себя. Все, что мы здесь говорим, это не просто какой-то набор текста с интернета, это наши знания, которыми мы оперируем в своей работе, а также используем на себе. Так как, что такое чувство тревоги, что такое депрессия. Мы знакомы не только посредством общения с пациентом, но и лично на себе. Так как много лет боремся с тревогой и депрессивными состояниями. Поэтому, то, что мы вам рассказываем, это все используется на практике и нами тоже. В конце всем вам хочется пожелать, берегите, пожалуйста, себя, ведь вы один на свете у себя. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезное видео. Нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанная под видео. При желании, вы всегда можете воспользоваться функцией суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Овняли, подняли и немножечко хрустали, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!